Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Epica 2011 года выпуска 2-х литровый двигатель на автомате На этом автомобиле сегодня заменим сальник переднего коленвала Сальник начал мокреть Я так полагаю это последствия зимы сказываются По Москве катались и как раз были сильные морозы за минус 30 Машина такого не любила и не знала Поэтому на холодную завели и потекло Поднимаем, снимаем колесо снимаем защиту и откручиваем шкив Ну вот она, заглушка у нас есть Вот я прямо на нее свечу Резиновая Мы ее вытащим и через нее будем фиксировать маховик Так что снимаем ее Вот оно, окошко открылось у нас снял я заглушку Через него и фиксируем маховик На 2,5 двигателях это окошко снизу Там гораздо удобнее Поднимаем автомобиль Защиту металлическую я снял Снимаем вот этот пыльник правый Снял пыльник Видно вот это вот сырое Мне это не нравится Подтеков нет Оно не бежит Но оно потеет На защите тоже там пятен нету Но раз оно потеть начало Оно в любом случае побежит Поэтому я решил этого не ждать и заменить сальник Но подозреваю что этот сальник я сейчас заменю И придет время заднему сальнику тоже менять Ладно Снимаем ремень Вот он натяжной ролик Его натягиваем и скидываем ремень Ну что хочу сказать Заглушка у нас ничего не вышло Там просто гидромуфта Нету на ней никаких неотливов Ничего Венца маховика не видно Просто голая ровная гидромуфта Сняла массу Так как я буду откручивать стартер Для этого снимаем компенсатор Снимаем воздуховод И верхний болт стартера откручиваем Он со стороны коробки вкручен Нижний со стороны стартера вкручен Открутим сначала верхний потом будем нижний Сейчас снимаем компенсатор И вот он болт А у нас и нижний здесь хорошо видно Мы их и тот и тот отсюда открутим Верхний болт на 19 Открутим Вот такой болт держит стартер А нижний болт у нас на 14 Вот он Отводим стартер 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 я отвел в сторону И там уже будет видно венец Поднимаем Так Так вот Хочу показать Вон маховик И вот сверху отвертка Видите над маховиком Я отверткой зафиксировал через лицевую Ну получается через зуб маховика зафиксировал коленвал Потом берем головку на 30 и откручиваем болт Вот болт открутил Видите здесь шпонки нету Сразу масло побежало Откручиваем болт полностью Болт толщенный и длинный получается шкив сидит только на силе одного болта без всякой шпонки Снимаем шкив Ну вот видно что сальник вокруг сырой С него по чуть-чуть и подкидывало Берем отвертку выдергиваем сальник Ну честно сказать сальник не задубел Он просто выработался у него Хотя кромка тоже не съедена Странно Но держать перестал Берем новый сальник Новый сальник мы будем оригинально использовать фирмы ЖМ 963 0 77 64 Здесь на сальнике размер сальника указан К45 65 на 7 Вытираем здесь немного посадочную берем сальник и устанавливаем его Все Новый сальник мы установили Сейчас я еще покажки вставить не буду здесь закрою и помою маленько Маленько помыл здесь Берем ставим шкив Смазываем болт и закручиваем его Я выкручиваю его и эту сторону я посажу на лактайд со стороны шкива лактайд по болту подкидывать масло обезжирю вот эту сторону и на лактайд посажу тонким слоем лактайд лактайд с предвала садят на этот герметик. Подается шприце, там недорого получается, поэтому большую тубу покупать нет смысла. Ну а дальше в обратной последовательности одной рукой держим отвертку, блокируем маховик, а второй рукой через вороток затягиваем наш болт шкива. Субтитры добавил DimaTorzok Все, вот таким образом затянули, теперь он уже не прокручивается. Затягивать очень сильно, сколько килограмм я не смотрел ни тонн метров, поэтому врать не буду. Потом найду, если мануал, отпишусь в комментариях. Сейчас устанавливаем на место ремень с этой стороны. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Все, ремень мы установили. Теперь прикручиваем на место стартер. А что стартер? Стартер мы сверху прикрутим, поэтому снизу мы устанавливаем оба пыльника и защиту. Но это я уже показывать не буду, это уже легко. Все, снизу защиту я установил, колесо установил, наживил стартер. Теперь берем болты подтягиваем нижние на 14, верхние на 19. Субтитры добавил DimaTorzok Так, устанавливаем воздуховод. И ставим компенсатор. Здравствуйте. Здравствуйте. Субтитры добавил DimaTorzok Ставим на место клеву минусовую. Попробуем и заведем. Все работает, все хорошо. Покатаюсь недельку, посмотрю, как сейчас будет сальник вести. На этом все. Замену переднего сальника мы закончили. Всего вам доброго.